Девушки выбирают хаки. С начала года в Самарской области служить по контракту отправились 800 человек. Среди них 18 девушек. В домик «Зерезной полисад» на старинном особняке в Самаре сегодня появилась новая резьба. В домах самарцев наступила оттепель. В областной столице продолжается подключение отопления. В первую очередь тепло появляется в объектах социальной сферы. Затем в жилых домах и офисах. Как идет процесс потепления, расскажет Марина Матвейшина. Шерстяные носки и теплые пижамы отправляются на дальнюю полку в шкафу. Один поворот винта и в дом пошло тепло. Магии никакой. Процесс давно отработанный, да и все лето готовили систему к отопительному сезону. Но все равно слесарей сантехников в это время олицетворяют с добрыми волшебниками. В первую очередь подключают отопление в детских садах, школах и больницах. Те соцобъекты, что находятся на первых этажах жилых домов, не исключение. Для жителей этих домов приятный бонус. У них первых потепляют батарею. У всех остальных отопление будет подключено до 10 октября. Опасения вызывали дома, где в рамках программы капремонта, меняли систему отопления. Но городские власти держат эти адреса на контроле. По поводу пуска тепла и все недоделки. Районам обращаю внимание на фонд капремонта и те ремонты, которые сегодня, они могут выплеснуться наружу. Чтобы мы вот эту ситуацию понимали с вами об этом. И больше на эту тему не говорили. Каждый день в пять вечера первому вице-мэру докладывают оперативную обстановку. Возникающие проблемы решаются в рабочем порядке. А через две недели начнет работать горячие линии по вопросам отопления. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Миллиард рублей дополнительно получил научно-образовательный комплекс Самарской области. Об этом говорили сегодня на заседании научно-технического совета при губернаторе. В таком составе совет собирается раз в год для обсуждения насущных вопросов и перспектив научно-инновационных. Сегодня у самарских ученых уникальный исторический момент. Регион имеет возможность совершить большой рывок и стать мировым лидером в разработке технологий. Для этого есть все условия. С подробностями Олег Зверев. Самара в двух шагах от того, чтобы стать кузницей кадров и технологий мирового масштаба. Такова идеология создания единой научно-образовательной системы. Будущий Гагарин-центр должен стать тем звеном, благодаря которому мир узнает о достижениях самарских ученых. Мы пытаемся, чтобы иметь полное представление все, что сегодня делается в мире в плане расположения, проектирования. В принципе, все как условно умножено в студенческих кампусах, в исследовательских центрах зарубежных. То, что в стране в последнее время, несколько таких объектов серьезных. Инвесторы готовы участвовать в реализации самого амбициозного проекта. Нельзя забывать и о Тольятти. Теперь город имеет статус территории опережающего развития. А это открывает неограниченные перспективы. Сегодня в стране небывалые потребности в конструкторской мысли. Самара в этом может занять первое место. ВИАМ, как предполагается, может стать якорным резидентом Гагарин-центра. Причем создание филиала института в Самаре включено уже в состав первой очереди и награда. Впрочем, это на ближайшие годы. Но уже сейчас профессора и академики констатируют, с момента создания совета научная общественность почувствовала весомую поддержку. У нас появилось два опорных вуза. Технический вуз, медицинский вуз. Мы за четыре года, дорогие друзья, когда посчитали, в ресурс вузов нашей области, вот Совет Ректоров, получили почти миллиард рублей. Такого не было никогда. Государство будет и в дальнейшем усиленно поддерживать самарские вузы. А стратегическая цель, чтобы разработки ученых сразу применялись в производстве. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. 800 самарцев, из них 18 девушек, отправились в армию в этом году на службу по контракту. Эти цифры озвучил военком Самарской области Александр Даньшин. Среди отделов военного комиссариата 63 региона по количеству контрактников лидируют Кировские и Красноглинские районы. Комиссар отметил, что такая служба становится все популярнее. В этом году 45 молодых людей выбрали ее вместо срочной. Это неудивительно. Армейский контракт дает много преимуществ. Денежное довольствие, гарантированное жилье и достойную пенсию. Одним из главных преимуществ является и возможность выбрать место службы от Калининграда до Курильских островов. При оформлении на контракт ему предлагается перечень частей, должностей, на которые он мог бы пойти. Сейчас в вооруженных силах очень большой упор делается на комплектование по контракту. Мы стремимся к тому, чтобы более 60% личного состава наших вооруженных сил это были профессионалы, контрактники. Вызвали на ковер. Когда заплатят долги? Этот вопрос в городской администрации представители межведомственной комиссии задавали руководству фирм, которые длительное время не платили налоги, аренду за землю и пенсионные отчисления. В списке должников оказались 16 организаций. Подрядчики по освоению скважин, строители, частная медицинская лаборатория. В бюджет они недоплатили от нескольких сотен до почти 9 миллионов рублей. Большинство компаний пообещали рассчитаться с долгами в ближайшее время. Со злостных уклонистов от уплаты налогов взыскивать деньги будут через суд. Выявив неплатильщиков, мы с ними ведем профилактическую работу. Они до заседания комиссии в основном оплачивают все долги свои. Вот кто не оплачивает, мы сегодня пригласили на комиссию. Причина, если они уважительные, поймем неуважительные, значит будем наказывать. Под осенним дождем в историческом центре Самары распустились деревянные цветы. Вторую молодость обрел дом с богатой историей на улице Галактионовской. Волонтеры восстановили фасад, а молодые реставраторы создали уникальные украшения – точную копию резьбы, которая венчала наличники окон век назад. Как выглядит деревянная барокко и как несколько архитектурных штрихов кардинально изменили облик старых зданий, увидела Марина Кравцова. Своё уникальное лицо вновь приобрел дом, которому больше полутора веков. Изначально он был меньше, всего в три окна, потом достраивался. За свою историю это здание сменило массу владельцев. Принадлежало и священнику, и торговцу рыбой, и купцу мыловару. Во дворе даже располагалось производство кокосового мыла. Этот дом можно назвать жемчужиной архитектуры старой Самары. В дереве воплотился стиль модерн в продольных наличниках на окнах и кронштейнах в виде лошадиных голов. С модерном соседствует барокко. Это искусная резьба, больше похожая на дворцовую лепнину. Последний штрих осталось прикрутить деревянные украшения на оконные наличники. Чтобы в точности воссоздать объемную резьбу, молодые реставраторы трудились все лето. Рисовали эскизы, затем воплощали идею в дереве. Всего пришлось сделать 10 элементов фантазийных растительных композиций из завитков и листьев. Если меня память не изменяет, это пока единственный дом в таком стиле. Мы работали не с фотографиями, а все-таки с первоначальными сохранившимися элементами, которые были, конечно, в плохом состоянии, но и сохранились, разумеется, не все. Но фактически мы изготовили резьбу по имевшимся аналогам. Каждая деталь – кропотливая ручная работа. Самым сложным этапом было создание рельефа, делится Никита Грицевич. Миллиметр за миллиметром он вырезал причудливые узоры из плоской доски. Чтобы подчеркнуть волокна древесины и защитить красоту от ветра и дождя, резьбу в три слоя покрывали специальным маслом, настойным на мяте. Финишный слой – лак. Я понимал, что я делаю такую работу, которая очень важна для нашего города, потому что старые здания просто исчезают. И восстанавливать их, конечно, сейчас необходимо. Очень приятно видеть, что этот дом сохранился в достоверном историческом состоянии. Самарская барочная резьба должна минимум лет десять удивлять прохожих. За лето на фестивале восстановления исторической среды в порядок привели и покрасили весь фасад дома на Галактионовской. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Схема движения на некоторых перекрестках Самары меняется. Это связано с подготовкой к чемпионату мира по футболу. Сейчас ведется реконструкция Новосадовой. На участке от Советской Армии до улицы Шверника меняют разметку. Скоро перенесут светофор. С подробностями Олеся Корецкая. Перекресток Новосадовой 22-го портсъезда. Здесь меняется схема движения. На этом участке уже нанесли новую разметку. Теперь здесь двойная сплошная и поворот налево в любых направлениях запрещен. Разметку поменяли в начале сентября. На перекрестке Новосадовой и 22-го портсъезда уже установили новый светофор. Он заработает меньше, чем через месяц. Изменения заметили не все водители. Многие продолжают движение по старой схеме. Тем более запрещающих знаков нет. Прежний светофор работает. Движение здесь активное. Утром и вечером большой поток машин. Часто дежурит на ряд ДПС. За поворот налево через двойную сплошную полагается штраф полторы тысячи рублей. Но пока не заработал новый светофор, водителям дают время привыкнуть. Пока никаких административных штрафов мы не накладываем. Ведем только профилактическую разъяснительную работу. Еще раз водителям напоминаем, что на данном участке в ближайшее время левый поворот будет полностью исключен. Старый светофор демонтируют. От торгового центра можно будет поворачивать только направо. Разворачиваться непосредственно на перекрестке. А при движении в центр города поворот налево можно будет совершить у проходной завода Тарасова и проехать по дороге дублеру. В будущем на перекрестке планируется установить видеокамеры для фиксации нарушений. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События. О новостях с финансовых рынков наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Цена на нефть перешла к росту. Один баррель марки Brent сегодня стоит 46 долларов 92 цента. Курс валют на 29 сентября. Доллар 63 рубля 95 копеек, евро 71 рубль 57 копеек. Золото стоит 2735 рублей, серебро 39 рублей 77 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 65 рублей 66 копеек, дороже всего продать за 62 рубля 54 копейки. Руководство и позембанка, который признан банкротом, подозревают в сомнительных операциях на сумму в 110 миллионов рублей. Информация уже направлена в Генеральную прокуратуру России. Самара обогнала Париж и Милан в рейтинге европейских городов для шопинга. По обеспеченности торговыми площадями Самара заняла третье место, уступив только Варшаве и Мадриду. По данным аналитиков, на одну тысячу жителей города приходится 551 квадратный метр торговых площадей. При этом на российском рынке, по данному показателю, Самара лидирует, опережая даже Москву и Санкт-Петербург. На этом все. Удачи в делах! Больше 70 компаний-производителей современного оборудования собрались в Самаре на выставке «Промышленный салон металлообработка». В этом году выставка юбилейная, она проходит уже в 15-й раз. Чем удивляли производители-посетители выставки, расскажет Лариса Шалафаст. Все новинки ведущих производителей промышленного оборудования на одной площадке. Новейшие станки и передовые технологии в своих экспозициях представляют разработчики из Германии, Японии, Швейцарии, а также и крупнейшие российские предприятия. Впервые за несколько лет в промышленном салоне участвует «АвтоВАЗ». Пришли студенты техникумов и институтов. Просто атаковали нас с утра, даже с самого открытия этой выставки. И, в общем-то, чувствуется восторг и интерес к этим новым моделям. Под эгидой Центра инновационного развития и кластерных инициатив коллективным стендом представляют свои разработки инновационные предприятия Самарской области. «Нам очень нужно и важно использовать эти знания, эти технологии на самарских предприятиях. Нам нужно быть конкурентоспособными ежедневно, ежечасно, идти в ногу со временем, потому что прогресс не стоит на месте. Ежегодно компании представляют новые разработки. Эти разработки, естественно, нужно абсолютно сейчас же внедрять». «Наши самарские станка-производители сегодня держат конкурентный удар, держат его достойно и уверенно смотрят в свое будущее. Экономический потенциал Самары на сегодня внутри нашей страны оценивается как один из наиболее привлекательных». Выставка «Промышленный салон» будет работать до 30 сентября. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, События. Меньше затрат, больше эффективности. Такой курс взяла губернская дума нового шестого созыва. Поздним вечером закончилось ее первое заседание. Состав депутатов определили прошедшие 18 сентября выборы. В итоге губернская дума обновилась почти наполовину. Какие решения принял новый парламент, расскажет Валерия Макарова. «Первое заседание губернской думы нового созыва длилось больше трех часов. Все решения депутатов касались, что вполне естественно, самой думы, ее структуры и предстоящие работы. Избран председателем стал Виктор Сазонов, возглавлявший областной парламент последние 15 лет. Первым вице-спикером стала Екатерина Кузьмичева. Назначены еще три заместителя. Это представители партии «Единая Россия», «КПРФ» и «ЛДПР». Определились и составы думских комитетов. Их в этом году 11 вместо 10. В преддверии чемпионата мира 2018 года отдельно выделен комитет по строительству. Стоит отметить, что значительно сократились расходы на содержание губернской думы почти в два раза. Уменьшается количество транспорта для обслуживания парламента. Кроме того, подавляющее большинство депутатов будут работать на общественных началах, то есть без зарплаты. «В новом составе депутатов шестого созыва на постоянной основе будет работать 14 человек. против 35 человек, которые были в предыдущем созыве. Безусловно, это и экономия финансовых ресурсов в значительной мере». По словам губернатора, который был на первом думском заседании, главная цель депутатов – выполнять наказы и работать на благо народа. «Конкретных задач у нас очень-очень много. Их придется решать в значительных, более сложных условиях. Здесь дефицит бюджета и у нас, и в стране. И каждый рубль должен работать значительно более эффективно». Губернатор и председатель думы поставили перед депутатами первоочередные задачи. Это разработка бюджета региона, совершенствование законодательства по ЖКХ, социальной сфере и местному самоуправлению. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Далее коротко о других темах дня. Перенесенный запуск Самарского союза ФГ с кораблем «Союз МС-02» предварительно назначен на 19 октября. Окончательную дату установит Госкомиссия. Как сообщалось ранее, не полетевшие на МКС экипаж и их дублеры до определения новой даты старта еще 19 сентября возвратились с Байконура в Москву. Причиной переноса запуска с 23 сентября на неопределенный срок стало механическое повреждение, приведшее к короткому замыканию электрического кабеля. Самарские спасатели всю ночь искали двух заблудившихся женщин-гребняков. В районе поселка Вентай заблудились две 76-летние пенсионерки. На место выехали спасатели поисково-спасательной службы. Поддерживать связь удавалось только с одной из пенсионерок, у другой села батарейка в телефоне. Поиски продолжались всю ночь, их смогли найти только сегодня, 28 сентября в 7.30 утра. В Самаре полицейские пресекли попытку сбыта 16 килограммов синтетического наркотика. Мешок и три полимерных пакета с запрещенными веществами обнаружены при обыске в гараже у 25-летнего подозреваемого. Кроме того, полицейские нашли различные вещества, которые, по версии следствия, использовались для изготовления наркотиков. В отношении 25-летнего хозяина гаража возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Самаре превышенный ПИД-порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ. В период с 19 по 25 сентября в области зарегистрировано свыше 11 тысяч случаев заражения. Как сообщает Роспотребнадзор, в сравнении с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости на 24,5%. Меж тем в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Планируется сделать вакцину около 40% населения. По Самаре будут курсировать 10 новых трехсекционных трамваев. Соответствующая заявка была размещена на официальном сайте госзакупок. Согласно условиям торгов, трамваи должны быть доставлены заказчику не позднее 20 января 2017 года. А это значит, что все они уже в начале следующего года должны выйти на городские маршруты. Для того, чтобы облегчить нагрузку на бюджет, трамваи будут приобретены в лизинг. Более 500 школьников Самары на летних каникулах работали на крупных предприятиях города. Рабочие профессии становятся все более востребованными на рынке труда. Об этом ученикам самарских школ рассказывают на открытых уроках в рамках проекта «Кадры». Какие возможности открываются перед будущими студентами, узнала Лариса Шалафаст. Какую профессию выбрать? Для старшеклассников этот вопрос особенно актуален. Чтобы будущим выпускникам было проще определиться со специальностью, в школах проходят открытые уроки проекта «Кадры». Он реализуется в рамках муниципальной программы «Молодежь Самары», рассчитанной на пятилетку до 2018 года. Эта программа способствует успешной социализации и самореализации молодежи. На открытых уроках представители крупных предприятий города рассказывают о возможностях, которые есть у молодых специалистов. Мы приглашаем школьников 8-10 класса к нам на экскурсию. То есть они приходят к нам на предприятие. Мы им рассказываем про историю, показываем музеи. У нас очень хороший музей. И вводим в один-два цеха, чтобы они на практике посмотрели, познакомились с такими же молодыми ребятами, которые после техникума, после вузов пришли. Открытые уроки в самарских школах будут проходить до конца года. Планируется, что такие познавательные встречи посетят больше двух тысяч человек. Некоторые же до сих пор не определились, чем будут заниматься в жизни. Поэтому нужны. Сейчас тоже буду слушать внимательно. Может, передумаю. Точно выбора так еще не сделан. Крупные самарские предприятия уже давно сотрудничают с молодежным центром. Только в этом году за лето на производство устроились более 500 школьников. Работали помощниками специалистов, подсобными рабочими уборщиками. Возможность трудоустроиться есть и сейчас. Сейчас, также на осенний период, у нас также идет набор желающих поработать в течение буквально до трех недель. В свободное от учебы время на том или ином предприятии города. Получить заработную плату в этом году она рассчитывается из расчета 7500 рублей за полный отработанный месяц. Но, конечно же, основное – это профессиональный опыт, знакомство, контакты, которые получает подросток, приходя на то или иное предприятие города. Подробную информацию о вакансиях можно узнать в молодежном центре «Самарский». Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События. 74 повода для гордости. У жителей Куйбышевского района спросили, чем гордятся самарцы. Что отвечали граждане и почему поводов оказалось именно 74, узнавал Андрей Горгуленко. Житель Куйбышевского района Самары точно знают, чем можно гордиться. Опрос провели члены молодежного центра «Диалог». Выяснилось, что больше всего самарцы гордятся природой края и промышленными успехами. В опросе горожане участвовали с удовольствием. Они уверены, что такие акции повышают уровень знаний об истории города. Конечно, полезны. Почему? Ну как почему? История. Здесь очень много с войны, чтобы жили все в Самаре, не разъезжались по другим городам, как у нас это любят. Число 74 в названии акции не случайно. Столько лет исполнится Куйбышевскому району в 2017 году. Но итоговый фильм «74 повода для гордости» появится в общем доступе уже в октябре этого года. В течение месяца мы опрашивали прохожих о том, насколько они гордятся тем, что они проживают в нашем городе. Также жители говорили о родной Самаре, много пожеланий, передавали привет главе города, говорили благодарственные слова за совершенствование и процветание. Акцию проводили в рамках муниципальной программы «Молодежь Самары», направленной в том числе на патриотическое воспитание. Ведь в процессах преобразования городской среды активная позиция молодежи играет важную роль. Эта программа создает такие условия, которые расширяют рамки участия молодого поколения в политике. Один из примеров – волонтерское движение, которое успешно развивается и в стенах Центра «Диалог». Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Колокольный звон. Гимн России в исполнении мужского хора Самарской семинарии. Так стартовал турнир подзюдо в Самаре. Дело в том, что спортсмены разыгрывали кубок митрополита Самарского и Сызранского «Сергия». На татаме в МТЛ-арена за главный приз вышли бороться более 300 спортсменов не старше 15 лет со всей России. В девяти весовых категориях. Нужно все-таки вкладывать детей и воспитывать детей. Потому что если будут у нас дети достойные, то и будущее у нас будет достойное. Соревнования подзюдо посвящены памяти святителя Николая Японского и приурочены к 180-летию со дня его рождения. В девятнадцатом веке равноапостольный Николай Касаткин поехал служить в Японию для русской дипломатической миссии. Там он познакомился с дзюдо. Благодаря ему это единоборство в 1914 году появилось в нашей стране и завоевало популярность среди молодежи. Не стало исключением и Самарская область. Главное – это здоровой образ жизни. Церковь тоже приводит к этому. И спорт, и аскетики, они близки по духу. В спорте необходимо выдержание, это внутреннее равновесие, ограничение в пище. Также и в аскетике, в духовной жизни. За Кубок Митрополита боролись 150 дзюдоистов Самарского региона. Это половина всех участников турнира. В итоге все золотые кубки выиграли самарские спортсмены. Первым свою награду получил 10-летний Данила Пашиков и попал в историю российского дзюдо. На татаме Данила с трех лет. На счету более 20 побед. Первые соревнования, когда у меня были, я, ну, это было, по-моему, в пять лет, я их проиграла. Начал себе давать мотивацию, цель ставить, чтобы заниматься еще лучше. Начал плачаться, тренироваться и вот достиг таких успехов. Был настрой, чтобы занять первое место и быть лидером. И все на следующий Кубок Митрополита, чтобы знали, кто становился здесь чемпионом. Через год спортивный праздник повторится. Организаторы соревнований надеются, что Кубок Митрополита под дзюдо станет уже международным. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова